всем привет с вами лена и сегодня на моем канале будет интересное видео как же записать свою песню с помощью вашего компьютера и диктофона обычного сегодня у меня в гостях катя мы вместе с ней будем записывать просто хочу показать вам какие настройки подойдут под ее голос под мой то есть настройки каждого голоса абсолютно разные и мы будем сегодня экспериментировать над нашими голосами ну и первое что нам понадобится это конечно же наш телефон точнее мой телефон с диктофоном это у меня будет htc one m8 по iphone тоже говорю тоже шумы этот целью этот диктофон реально убирать все шумы нет ну конкретно этот но я думаю что можно записать песни и на iphone главное не дышать в то место куда звук пишет конкретно я записываю либо вот так и пою вот туда либо вот здесь сбоку так чтобы мой воздух из меня который выходит не попадал в дырочки если держать очень близко диктофон и петь очень громко то у вас будет очень сильно зашкаливать звук что лучше конечно не делать значит потом вы никакой программой это скорее всего не поправится а тут получается комбо если ты держишь близко телефон плюс ты поешь в динамике да она будет во первых зашкаливать из-за того что еще будет еще и звук что-то такой вот плюс ко всему вы не уберете то дыхание тот ветер который вы запустите в динамике можно петь прямо с браузера а можно загрузить наш минус допустим сразу в программу это будет программа adobe audition вы просто открываете программу у вас тут ничего не создается пока что и можно перетягивать сюда песенку вот она у нас перетягиваем просто кидаем сюда мы ее загрузили теперь нам нужно для нее создать дорожку куда мы поместим ее правой кнопкой мыши сюда щелкаем new multitrack session как правильно не знаю короче вот здесь вот выбираете место куда должны ну куда сохраняется данный проект а здесь его название это будет катина песня настройки оставляете такими как ими есть окей нажимаете и сюда просто перетягиваете песенку кати перри минус окей ну вот и вы можете уже конкретно под него петь ой короче как вообще можно петь можно петь с наушниками но лично мне допустим неудобно петь с наушниками потому что когда я закрываю одно ухо или два уха я себя просто не слышу и поэтому я не контролирую свой голос когда я пою поэтому я тихонечко на фоне включая музыку отхожу как можно дальше при этом ставлю где-то рядом диктофон он ловит мой звук но не ловит тот звук то есть чуть-чуть совершенно его слышно поэтому ну как бы мне мне устраивает такой вариант и при этом я слышу себя и я могу контролировать свой голос и поэтому я записываю именно так песни но катя нравится по-другому абсолютно я я на самом-то деле я не могу не слышать музыки когда лена предложила свой вариант я не слышал музыки мне было неудобно то есть я вообще-то в ритм не попадала то наоборот растягивала слова поэтому мне легче конечно с наушниками и желательно на такой громкости когда ты сам себя можешь слышать ну то есть это проверить очень легко вы одеваете наушники включаете музыку на громкости и пытайтесь разговаривать там многие не знаю кто с вами там живет сосед соседка мама папа и пытайтесь разговаривать если прекрасно слышите своего собеседника то это громкость самое оптимальное для того чтобы вы пели под композицию которая у вас в ушах ты будешь мой вариант пробовать все мы записали кусочек на примере которым мы просто покажем как мы обработаем немного звук отправляем его ну я делаю через сервер но в принципе вы закачиваете на какой мой сайт на яндекс диск не важно скачивайте потом не мажор это был подарок теперь же я открываю папочку я просто могу прямо сервером монтировать поэтому мне удобно я перетягиваю голос из папочки вот он у меня появился теперь я его дважды щелкаю на него выделяя вот так вот тоже дважды щелкаем затем мы думаем вкладку эффект амплитуда и компрессия дейестер это правильно называется дейестер по моему нажимаю на него теперь выбираю вот здесь вот фимейл или как правильно говорится ты же у нас замечаем фимейл да если вы мальчик то вот здесь есть mail вот фимейл apply в принципе эта настройка должна подойти ко всем теперь идем обратно в вкладку эффекты амплитуда компрессия динамические процессы здесь мы выбираем стандартную настройку смуз вокал либо конкретно для себя я сделала уже другую настройку потому что у меня такой тиховатый голос и поэтому низкие какие-то звуки я увеличиваю но кати подходит этот вариант то что не очень достаточно громкий голос я применяю есть стандартную настройку теперь захожу эффекты амплитуды компрессии и нормализую процесс то есть увеличиваю звук отлично теперь я перехожу в нашу сессию вот сюда вот кати на кати на это звучит знаешь как скотина не 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 был фильм этот плеча плеча тетя кассирова нет ты метра над уровнем небе помнишь а была кати на вспомнила да вот чем сейчас мы на вторую дорожку перетягиваем наш голос как и ужасно немножечко сокращаем так теперь нам нужно его выстроить так чтобы она легло под музыку вот здесь подожди а ты все дорожки и теньком прережь вот здесь это да короче смотрите теперь я выделяю эту дорожку вот здесь вот и вот сюда перехожу во вкладку эффект но в общем здесь стрелочку нажимаю делай and эхо делай получается вот здесь это нажимать на эту штуку и настраивать под себя либо же вот здесь рум эмбинс и тоже настраиваете под себя например очень большое эхо я уменьшаю вот тут вот тут чуть-чуть тоже уменьшаю ну в общем немного уменьшается эхо и в принципе это звучит намного лучше чем просто плоский такой голос закрываю и добавляю еще эхо теперь я выбираю стерео вокал и тут вот ползночки вниз где-то по таким вот такую тлесеньку выстраиваю ну в общем чем больше эхо тем много крашу ваш голос ну как по мне всегда не всегда но в основном да но бывает такое что эхо прям ну такое эхо что она прям фонит потом в ушах и отдает чем то справа то слева постепенно отдает каким-то какими-то непонятными звуками лучше всего просматриваете это с двумя разными способами то есть как мы делаем на ноутбуке а до желательно прослушивать сделаете прослушаете вы еще включаете наушники в наушниках это прослушиваете потому что зачастую звук бывает разный и да лучше всего везде его прослушать перед тем как его скажем так массы выдать ну в общем вот такое мы эхо кати подобрали чтоб настройку сохранить вы давай сюда вот нажимаете правой кнопкой мыши едет едет в общем едет вот здесь вот такая штучка сохранить и вы просто как-то назовете и потом мы просто будем точно такие же настройки использовать в других дорожках например вот так вот переходим делай и вот она у нас снизу где-то водить появляется вот ну в общем это мы показали пример как мы записали обработали катин голос а теперь мы просто откроем проект где мы уже заранее все это записали и сидели мучились несколько часов на самом деле просто потому что мне хотелось много 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 чего песни и мы целенаправленно делали вообще эту песню поэтому вы сейчас увидите сколько там дорожек вообще на этом шедевре мы сидели с трех часов дня до я верну 8 в часах полдесятого вечера вот так что это дело такое непростое если вы хотите взяться за такое прям усиленное создание своей ну не песни но кавера вот она у нас что получилось в итоге вот здесь можно переименовать дорожки если нажать на них получается первое у нас это минус вторая это куплеты отдельно потому что ну надо потише немного их делать потому что на самом припеве у нас музыка намного громче поэтому вот здесь припевы отдельно и мы тут повысили немного звук затем у нас окончание и всякие там штучки ну и чем мы покажем что это за штучки потом бэк куплет то есть дополнительно еще голос намного тише чем и есть куплет в общем какое-то создание эхо чтобы немного за счет бэк вокала скрасить голос я просто объяснил что за счет того что вы накладываете второй голос точнее вторую дорожку на свою основную дорожку в куплете ваш голос становится более объемный то есть и и обязательно лучше всего делать тише и записывать немного отличаясь от первой для того чтобы реально был голос объемнее ну как бы лучше записывать вот непосредственно слыша себя потому что если вы слушаете другого человека как он поет да если вы перебиваете и поэтому ваш голос так не ляжет он будет где-то выбиваться выше где-то ниже а так вы себя примерно слышите как вы должны петь ну и примерно попадаете в те же самые ноты но это уже будет совершенно другой голос не тот не так не тот который вы control c control v между прочим control c control v тоже не советую вам использовать просто потому что у вас начнет троица звук да и очень неприятный такой неприятный он на слух смотрите что очень прикольно когда вы записываете песню сами у вас может быть сколько угодно времени вы можете исправлять каждое слово каждый звук каждое начало фразы каждое окончание фразы для этого вот здесь вот есть такие вот нарезочка сверху вы просто приближаете вы здесь приближать вот здесь вот приближать вот так чтобы можно было хорошо порезать либо если у вас очень много дорожек то уменьшать вот смотрите у нас тут получается у катя вот тут начало фразы мы из одного звука взяли и окончание фразы с другого мы подрезали вот такой вот штучкой просто нажимали потом брали вот такую мышку и и вот так вот берем на выделяем и делится нажимаем мы так удаляем звук например вот тут монак наложение использовали это просто вот так вот расширяется и она накладывается друг на дружку в начале мы можем также расширять уменьшать или например в самом начале немножечко тише сделать звук то есть он будет плавно возрастать либо то же самое делать в конце мы можем для того чтобы плавно затухал звук мы хотим послушать конкретно вот эту дорожку со звуком то мы выделяем вот здесь вот с соло и мы слышим только конкретно эту дорожку также мы можем допустим послушать все кроме этой дорожки мы нажимаем м и там где это м будет нажата те дорожки мы не будем слушать с вами в общем вы берете просто даже у вас не получилось концов какой-то фразы вы просто берете ее на диктофон даже без музыки напеваете пока у вас ну более-менее там по слуху и как бы как вам кажется хорошо получилось вставляете если подходит хорошо нет пробуйте еще раз и ну получается если у вас там все было идеально но где-то вы в кусочке маленьком концовки заложали в студиях такого не сделают вам скажут перепевайте заново вот это вот кусок целый а так вы берете сами и начинаете там резать а здесь не тут здесь плохо получилось чуть-чуть переместили допустим а здесь лучше тут подрезали там в общем типа допустим вот тут стык сделали а плохо получилось потом передвинули взяли вот здесь вот здесь лучше получился стык побольше увеличить типа в этот переход а так лучше нет слишком много голосов значит уменьшили если вы не попали в бит наверное это так все-таки называется вы немного раньше начали либо позже начали режете конкретно эту фразу и начинаете ее сдвигать относительно вашей музыкальной дорожки ну вашего минус да минусом то есть вы начинаете просто влево или вправо двигать пока на слух это не будет звучать нормально и пока вы не поймете что все вот вот здесь вот вы попали ну в общем такими методами проб и ошибок вы записываете вот эти вот все дорожки конкретно нас куплеты мы оставили только с делаем то получается который показывала в первый раз то есть изначально вы вкладывали туда эхо да но когда я решила послушать в наушниках это звучало ужасно с эхом несмотря на то что мы пытались его как как можно меньше сделать но самое минимальное эхо в общем по итогу ли она убрала вообще эхо и и оно смотрится все равно ничуть не хуже с делаем просто вот мы решили на куплетах оставить конкретно дилей и уменьшить на минус 2 примерно эту дорожку припевы мы решили сделать погромче потому что ну изначально у нас минус намного громче на припевах поэтому мы добавили на 4 и оставили дела и эхо что у нас дальше дальше у нас был были окончании чтобы вы поняли что это такое ну короче как дополнительный просто второй голос на припевах да тут же бэк вокал ну мы решили назвать это окончание потому что мы там где-то в кусках определенных вставляли для ну это все это сделано а да и штучка штучка что такое штучка у нас опять же все это сделано только для того чтобы голос был объемнее и гораздо интереснее было слушать это все да и в общем особенно когда у вас две фразы идут вот прям нужно прям сразу вторую начать петь но при этом укладывается надо нужно наложить друг на друга то для этого есть вторая дорожка ну то есть я думаю что понятно тут было в общем получается что пока она заканчивала петь припев тут уже начинался совершенно другой текст и поэтому вот так мы наложили то есть если мы друг на дружку вот так вот с переходом сделаем у нас не получится того эффекта который должен был быть в этом месте да там получится либо зажует фразу да ну в общем либо то не закончится фраза либо это не начнется нормально эксперты прям сидят что-то там химичили 6 часов ну бэк куплета то есть тот же самый записанный может объяснить вот мы просто слушали как мы поем в первый раз и по нему записывали просто мы его сделали на минус 18 то есть гораздо тише чем наш оригинальный его вообще не слышно если отключить оригинальную дорожку ну его слышно только как такое вот минимальное эхо ну в общем на него мы поставили эхо то которое мы показали в первый раз и дальше у нас бэк припева ну там по моему и дело и эхо у нас потому что у нас такой громадный припев прям получился вот у нас остался только бэк плюс мы назвали это в общем это такая штука вот я не знаю как это все называется но в общем мы сделали так ну это собственно и есть бэк да мы решили записать такую вообще не в но ну немножко совсем не совсем в ноты ну хотели создать песню создали ну и чтобы посмотреть полную версию точнее послушать полную версию этой песни то вы можете перейти по ссылочке сверху на катин канал и сможете заценить все что вы сделали да 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 Продолжение следует...